Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, вот решили ужесточить наказание Снизить этот возраст Неужели настолько это актуально? Случаи вот этого живодерства Они какие-то разовые или это повсеместно? Как у нас вообще в Красноярске с этим и встает ситуация? Ну, случаи живодерства в Красноярске Они повсеместные То есть это не разовые, конечно Не разовые случаи совершенно Ну, скажем так, по подросткам конкретно Конечно, не встречается Ну, основная масса все-таки живодерства Среди взрослых И как бы дети, в общем-то, они Ну, подрастающие поколения Они в первую очередь впитывают информацию Которая происходит там с соцсетей С СМИИ там и так далее О случаях живодерства именно среди взрослых людей И безнаказанность присутствует В первую очередь там То есть у нас возбуждение уголовных дел И наказание по живодерствам по 245-й статье Это единичные случаи И доведение до суда таких случаев Это единицы Но, насколько мы знаем, в Хабаровске Все-таки довели дело до суда И там конкретные реальные сроки были Ну, это нашумевший случай Как бы там вот эти две девушки Которые, в общем-то, там прославились на всю Россию Ну, да, это, конечно, вопиющие случаи Но это не единичные То есть в Косноярске были такие же случаи Просто они, ну, такой огласки не получили Гири Борисович, но вы конкретно за то Чтобы все-таки снизить этот возраст И чтобы ответственность у таких подростков Наступала с 14 лет Я за то, чтобы в первую очередь Эта статья стала рабочей Она в данный момент, эта статья не рабочая То есть то, что происходит среди подростков Это следствие причин От того, что нет наказания для взрослых Понимаете? То есть статью надо сделать рабочей И она должна работать То есть людей за преступления, взрослых Надо наказывать Это будет примером для подрастающего поколения То есть преступление совершают подростки А про наказание мы говорим сейчас именно взрослых Нет Или со взрослых нужно начать? Подростки совершают преступление, в первую очередь Я считаю, потому что нет наказания для взрослых Они видят, что это происходит безнаказанно Для взрослых людей То есть, как бы, которые творят это сплошь и рядом И, то есть, как бы, принимают, что наказания никого нет И, ну, позабавиться, то есть, причинить боль существу Которое тебе не может ответить, дать задачу Ну, то есть, это считается для них Становится считаться уже нормой, понимаете? А вот давайте узнаем, Анатолий Федорович Все-таки виновата безнаказанность среди взрослых То есть, подростки понимают, что можно это сделать И ничего из этого не будет Именно поэтому мы видим такие случаи Жестокого обращения с животными Да нет, я думаю Здесь, скорее всего, взаимоотношения идут в своей среде Не обращая внимания на взрослых И, наверное, самоутверждение в глазах другого Является таким мотивом, скорее всего Там, где ты не смог достичь каких-либо успехов Не смог самоутвердиться Как раз вот здесь Ребенок себя проявляет Ну, так жестоко и так агрессивно Практически, идя на убийство Неужели только с целью самоутвердиться? Да нет, конечно В каждом случае надо подходить индивидуально Мы не можем одним мазком ко всем относиться одинаково Потому что мотивация у каждого своя И что именно произошло с этим подростком Почему он пошел на это Здесь нужно индивидуально разбираться Ну, а как вы считаете, все-таки снижение возраста То есть, наказание с 14 лет Оно логично? Я считаю, нелогично Потому что у нас логично идет гуманизация общества И общество более цивилизовано Когда в нем более продленное детство И если мы говорим, что ты только в 18 лет имеешь право голосовать Но ты несешь уголовную ответственность с более раннего возраста Подросток просто теряется Где я становлюсь? Взрослым Я ребенок все-таки или я взрослый? То есть, у нас такое двойное применение вот этого понятия к подростку Ну да, действительно, в 14 лет ты взрослый по одним законам В 16 это один возраст, в 21 это другой, в 18 третий и так далее Что действительно какая-то получается путаница Я напомню, телефон прямого эфира 202-22-22 Ждем ваших историй и вашего мнения Если вы хотите его озвучить, дозвучить Дозванивайтесь в эфир и высказывайтесь по этой теме Но все-таки получается, что творят подростки А кого наказывают? Нет, не только подростки творят То есть, у нас очень много преступлений в этой сфере происходит Именно тоже среди взрослых Ну вот мужчина сбросил собаку Ну это да, но жмеших мужчин Ну его же наказали А как его наказали? Уголовное дело возбудили Но наказание, насколько я знаю, пока не дошло А какое должно быть наказание? Он должен сесть в тюрьму и сидеть за этот поступок А он, по-моему, не сидит Я уж точно сейчас не знаю, не следил за этим поступком Но я лично на своей практике занимался несколькими случаями Когда были, ну, жесточайшие преступления против животных, я считаю Там одну собаку, там, голову пробили, хотели ее съесть, да И я занимался тем, что возил этих животных на экспертизу и так далее Ни одно из этих дел до суда не дошло И они все развалились И ни один из этих людей уголовного наказания не понес Ни один Получается, закон попросту не работает? Да, это вообще не работает Ни закон об ответственном отношении с животными, которыми они приняли Он сейчас пустой совершенно То есть все уже поднимаются волна возмущения Потому что закон приняли, а нет конкретики в этой законе То есть нет объяснений, что такое жестокое обращение Какая должна быть статья То есть там расписано все общими фразами, конкретики нет никакой То есть закон сырой, пока еще по факту никак не работает Конечно, соответственно, 245 статья, она должна на что-то опираться Ну вот на этот базовый закон об ответственном обращении с животными А когда тот нерабочий и этот нерабочий То есть получается ничего И поэтому эти преступления просто им никто не занимается Я сейчас предлагаю посмотреть справку новостей Прима О таких подобных случаях, которые были уже в наших новостях В Красноярске случаи, когда дети издеваются над животными, к сожалению, не редкость За последние два года произошло несколько случаев жестокого обращения с животными со стороны детей Вот только некоторые из них В ноябре 2017-го подростки заживо сожгли пять щенков Одного удалось спасти В марте 2019-го дети избивали и душили собаку на детской площадке Тогда же, в марте 2019-го, дети пытались сжечь домашнюю собаку в тлеющей золе В июле 2019-го ребенок хотел выбросить кота с балкона четвертого этажа Также напомню номер прямого эфира 202-22-22 Если у вас есть что сказать по этой теме, присоединяйтесь к беседе и высказывайте свое мнение Но все-таки, есть ли какая-то связь между тем, что когда подросток творит такие чудовищные вещи с животными Что это как-то может перейти на сверстников, ну в принципе на людей? Вот эта агрессия, вот эти издевательства? Вполне, потому что ребенок, он на самом деле подросток, но он все равно ребенок И это, как сказал немецкий философ Дройзен, это новая личность Это начало только, а не конец Конец он будет, когда мы уже на смертный отдых придем, тогда наша личность сформируется Он еще не знает в этой жизни много ответов на свои вопросы И здесь, конечно, без взрослого, который все-таки имеет свой опыт и может с этим ребенком работать Я думаю, что здесь вот упущение какое-то Где это произошло, на каком это уровне, где в семье, в образовательной организации То есть вы имеете только каждый конкретный случай, там разные последствия? Да, я даже не знаю в каком этом, но то, что подросток, не найдя все-таки ответов на свои вопросы Может вполне перекинуть вот это и на людей, я допускаю Это страшно, конечно, и с этим надо работать И работать, я думаю, что наша психологическая служба, она, конечно, совершенствована, но она, в принципе, установившаяся И она способна работать с такими случаями, и способна работать с этими ребятами Чтобы в дальнейшем это не становились преступники уже Конечно, конечно И есть технологии, и я думаю, технологии, это когда не зависит от личности психолога Там по этим технологиям могут, в принципе, многие психологи работать И это работает, это действительно дает результат Я предлагаю сейчас принять звонок, послушать мнение телезрителей Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Меня зовут Ольга Добрый вечер Вы знаете, я удивлена рассуждением психолога и ваш ведущего Зачем разбираться в психологии подростка, когда он поднимает руку на беззащитного животного? Это надо наказывать жесточайшим образом Животное бесправно, оно ничего не может дать в ответ За что? И я должна разбираться, почему подросток, сколько бы лет ему ни было, поднял руку на животного Я считаю, что разбираться в психологии не надо Надо их наказывать и жесточайшим образом за обращение животных Каким образом? Что наказывать, Ольга? Какое наказание? Как наказывать? Ну, я не знаю, наказывать прежде всего родителей Материально, а с 14 лет он должен нести уже уголовную ответственность Вы понимаете, он животного же не пнет, не ударит Они же издеваются, они их убивают и смотрят, как животное мучается И я должна, и все остальные разбираться в их психологии О чем вы? Ольга, спасибо большое за ваше мнение Но все-таки важны же причины, почему это происходит? Если это происходит повсеместно, как вы говорите, это не какие-то разовые случаи Важно же не просто наказывать, а понять, а что вообще такое с людьми происходит? Во-первых, у нас отсутствует воспитательная работа с детьми То есть ее практически нет сейчас вообще То есть в школах не преподают даже на вот этих ОБЖ занятиях и так далее То есть как правильно вести себя с собаками У нас идет пропаганда зла к собакам Что все безнадзорные животные это зло Понимаете, что они всем мешают и так далее То есть вырабатывается у людей, и в том числе и у детей То есть такая полноценная субъективная такая позиция Что бездомное животное это зло Что от них нужно защищаться и как-то вообще остранить А это все нагнетается, конечно Что от них надо уничтожать их, что не мешают всем и так далее Это все, ну, даже некоторыми социальными сетями популяризируется, да И никто с этими социальными сетями, в общем-то, не борется То есть иногда эти все, то есть такие пропагандистские взгляды, они еще и подогреваются И, соответственно, подростки, ну, видя бездомную собаку Которая там прижимается где-нибудь к водосточной трубе То есть для них, они считают, что взять кирпич и кинуть ей в голову, да То это неплохо, а это хорошо Потому что это, ну, говорится, что это зло То есть они на тебя нападут, они тебя покрасают, они тебя искалечат И это поддерживается взрослыми в том числе То есть я видел ни один пример случаев, когда дети были не из неблагополучных семей А именно из благополучных И они просто, видя собаку, которая просто ничего не делает Лежит у подъезда То есть мальчик подходит лет 80, берет в руки камень и начинает в него кидать методично Когда ты его задаешь вопрос, зачем ты это делаешь? И для чего? Он говорит, меня папа так научил Или меня мама так сказала Вот так, опять все начинается с родителей Да, начинается надо с родителей Но, кстати, все-таки соцсети здесь играют точно не последнюю роль Сейчас стать популярным в соцсетях, это чуть ли не самая главная цель А получается таким способом ты себе набираешь хоть такую спорную на популярность Но все-таки, если вот звонок Ольге, действительно ли важно бороться с последствиями или выяснить эту причину? И как-то можно это на корню все-таки пресечь? Мне ее мнение очень дорогое, оно хорошо отражает Это позиция большого количества, я думаю, людей Но мы уже проходили в истории Развитие общества, оно может идти к возврату того, что у нас уже было У нас более жесткое было наказание И не только в нашей стране, в других странах тоже посмотреть И отсечение рук и головы за какие-то преступления Но общество от этого уходит Почему у нас мораторий на смертную казнь сегодня? Мы никогда не задумывались об этом Можно пойти по этому пути, но вряд ли будет эффект достигнут На самом деле результат будет не тот, который мы ожидаем Вот это наказание, оно не исправит саму причину Мы поверхностно какие-то шаги предпримем Но тем не менее мы не искореним Общество от этого не поменяется Здесь несколько другое Нужно менять социокультурные коды Которые в обществе константы новые вырабатывать на основе базовых Добавлять их Это любовь к другому, к дальнему Я не знаю, жертвенность Не жертвенность в том смысле То есть получается наказание это не единственное решение Это не панацея Я предлагаю сейчас принять звонок еще одного телезрителя Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений По поводу темы Во-первых, считаю, что наказание несовершеннолетних путем их отправки в места не столь отдаленные Положительного результата не даст Поскольку они там будут стержаться вместе с другими несовершеннолетними Которые совершили более тяжкие преступления И свой срок дальше после совершеннолетия они будут отбывать уже со взрослыми Поэтому, что касается непосредственно причин Ну, давайте мы будем выявлять прежде всего первопричину Это халатное отношение чиновников, должностных лиц К той проблеме, которая существует Иного способа у нас, взрослых А мы говорим о том, что насилие в отношении собак совершают прежде всего взрослые К сожалению, нет Поэтому давайте лечить первопричину Это первый вопрос И второй вопрос Большинство из нас непосредственно обращались и в правоохранительные органы И в соответствующие службы Для решения гуманным способом вопроса сокловом собак Однако ни жители Академгородка, ни посетители Гремячей Гривы Добиться соответствующих мер от чиновников не могут Спасибо большое за ваш звонок И действительно это есть И мы сейчас здесь в студии это тоже подтвердили Я сейчас предлагаю, пока у нас остается время, послушать мнение детского амбусмена Ирины Мирошниковой по этому поводу Давайте послушаем Я понимаю инициаторов вот этого законопроекта Которые вероятно считают, что если сегодня предотвратить жестокость животным То впоследствии человек не будет жестоким по отношению к людям Так вот я вас уверяю, вот такой прямой зависимости на самом деле нет Вот один известный преступник, маньяк, который в свое время был приговорен к смертной казни С известной фамилией Он очень любил животных И понимаете, нет здесь никакой связи Да И все-таки причина в чем Мы специалисты, психологи Вот мы все-таки сходимся на том, что причины лежат в семье И они не всегда на поверхности Но, может быть, причиной жестокости подросткового является то, что к нему невнимательны в семье Ему вообще не уделяют внимания А может быть, наоборот, чрезмерно опекают А может быть, очень много запретов А может быть, какое-то агрессивное наказание А может быть, ребенок сам становится свидетелем жестокого обращения в своей семье То есть корни в семье лежат всегда точно Виноваты во всем родители и взрослые Но все-таки, если вспомнить, как семья относится, например, к тому, что ваш ребенок дергает кота за хвост Или скручивает там уши собаки То это вызывает умиление, мы все смеемся Но, получается, в корне здесь неверное поведение родителей Нужно им за это журить и это пресекать Правильно? У нас берут собак, заводят для того, чтобы дети поигрались А когда они наигрываются, этих щенков берут за шкерку и въедут в мусорные баки О чем можно вообще говорить, в принципе? А наличие домашних животных в семье А как нам может предотвратить эту проблему, если мы будем в семье прививать правильное отношение к животным? Их ценность Если в всей семье, вообще это, конечно, благо Когда есть питомец в семье, он растет в любви, заботе о нем Мы в ответе за него, есть такая пословица И это очень хорошо Воспитывает милосердие у ребенка Воспитывает терпение, принятие Проблема, она из ниоткуда не берется Она все-таки имеет ноги в семье Я хочу подвести итоги голосования Итак, 97% практически единогласно Наши телезрители проголосовали за то, что Действительно, наказание животерам малолетним нужно ужесточить Итак, сегодня у меня в гостях был Юрий Раилко Зоозащитник, организатор службы спасения животных Юрий Борисович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости И Анатолий Федорович Гох, психолог Анатолий Федорович, спасибо вам большое Спасибо телезрителям, которые были с нами Мы будем продолжать следить за этой темой Спасибо, что были с нами Всего вам доброго и до свидания